Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня вы ознакомитесь поближе с таким героем, как Хильда. Она эдакий локомотив на просторах пустоши, наносящий сумбур на карте на протяжении всей игры. Ее присутствие вселяет ужас любого ватного персонажа, а героям роли ассасин стоит два раза подумать, прежде чем атаковать Хильду один на один. Плюсы героя. Она очень многофункциональный герой. Полезный на любой стадии игры, с легкостью переходит в позднюю стадию игры, не теряя своей актуальности. Огромный мгновенный урон со скиллов, постоянно возрастающий из-за стаков ульты. Высокая мобильность, помогает при фарме леса, не теряя крипов на линии, а также для быстрых гангов и помощи союзникам. Постоянный реген в кустах, а также щит, получаемый при входе в кусты. Ее трудно прогнать с линии. Все три способности совершают рывок к противнику. Трудно уйти от преследования. Все способности наносят массовый урон. Маленький откат способностей и отсутствие маны и энергии. Минусы героя. Все способности совершают рывок к противнику и продолжают преследованы до тех пор, пока не достигнут цели. Иногда это может сыграть с нами злую шутку. Очень маленький радиус способностей и нет ярко выраженного контроля. Только микростан от второй способности и ульты. Роль персонажа в команде. Наиболее подходящий роль для Хильды это офф-танк. Офф-танк это поддержка основному танку и защита основных тэмэдж тилеров команды. Она прекрасно чувствует себя в эпицентре драки, выдавая колоссальный урон по героям. Также отмечу, что Хильда неплохой роумер. Для нас в ранней стадии игры необходимо максимально принимать участие в сражениях, а значит не стоит зацикливаться на фарме. Дополнительный навык. Наиболее подходящий для нас это вспышка. Зачастую при игре за Хильду противники уходят после нашего прокаста с помощью своего прыжка или вспышки. Также бывают случаи, когда своими ногами из битвы уйти невозможно. Очищение. Довольно неплохой навык для нашего героя при игре против героев с ярко выраженным контролем, таких как Аврора, Тигрилл, Сабер и Чу. Эмблемы. Как и для всех офф-танков, лучше всего подойдут эмблемы танка. В них есть все необходимое для нашего героя, такие стады как броня, магический резист, здоровье, перезарядка навыков и восстановление здоровья, что идеально сочетается с нашими навыками. Способности. Пассивная способность в обословении Диких Земель. Имеет три части. Первая. Скорость восстановления здоровья Хильды увеличивается, когда она находится в кустах, что очень помогает на линии, а также при фарме лесных крипов. Отводите крипов к кустам, дабы не терять здоровье и получать по столе на реген. Вторая часть. Также вход в кусты активирует щит на 5 секунд в размере 10% от максимального запаса здоровья Хильды. Время перезарядки 10 секунд. Советую запоминать тайминг щита. Это может спасти вам жизнь, а то и повернуть исход боя в вашу сторону. Третье. Когда здоровье Хильды падает меньше 30%, раз в 120 секунд активируется мощное восстановление здоровья, независимо в кустах вы или нет. Советую не терять этот эффект лишний раз. Петерикен весьма ощутимый, чтобы выхилить урон, получаемый во время боя, а вот перезарядка его довольно долгая. Первый навык. Боевой ритуал. 10 секунд кд, Хильда ускоряется на 30% в течение 3 секунд. Ее следующая атака наносит дополнительно 200 урона первой цели, а также 120 урона противникам позади основной цели. Отличная способность для гангов по карте. Фарма миньонов также хороша с обнальминей. Способность позволяет быстро перемещаться по карте, за счет чего мы можем всегда принять участие в файте на другой линии. Используйте навык с осторожностью, ведь любой скачок врага поведет вас прямо за ним. Но в этом есть и плюс, уйти от Хильды крайне непросто. Боевой ритуал также наносит ощутимый урон не только героям, но и строениям, а еще позволяет без труда уходить от вагони противника. Второй навык. Искусство охоты. 11 секунд кд. Преследуя цель, Хильда совершает 3 мощных удара. Способность активируется 3 раза. Первый наносит обычную атаку. Второй удар наносит урон по площади, а третий немного отбрасывает микростан противника. Каждый удар наносит по 120 урона к основной вашей атаке. Отличная способность с существенным уроном. Ее мы и максим в прокатике. Способность также преследует врага, с каждым уроном совершая небольшой рывок к нему. Также хочу отметить, что навык способен пробивать иммунитет к физатакам. Карины и работают сквозь дымовую шашку на талии. И наконец, наша вишенка на торте ультимейт. Третья способность дикая сила. Хильда прыгает к противнику, нанося рубящим ударом с 700 уронов с мгновенным микростаном, а также 60% урона врагам поблизости. Ультимейтом ей 10 стаков, получаемых за убийство или ассист. Каждый стак увеличивает наносимый урон от дикой силы на 40, но на 400 при 10 стаках. При достижении максимального 10 стаков урон от ульты дополнительно увеличивается на 80, а также игнорирует 40% брони противника. Способность также работает на лесных монстров, что позволяет нам стелить лорда или черепаху. Это колоссальный берст, позволяющий легко расправляться с врагами с меньшим запасом здоровья, а также небольшой контроль. Кимплей. За Хильду желательно играть крайне агрессивно. Ваша задача навести хаос на карте, а основной прием, который вы можете использовать, является байт врага, когда у вас остается маленький запас здоровья. Часто бывает, что враг в виде ваших рп бежит по кустам, в которых вы можете получить щит и мгновенно атаковать противника, с легкостью расправляясь с ним. В случае, если враг имеет эскейп и способен уйти от преследования, советую вам использовать вторую или третью способность в тот момент, когда ваш враг совершает эскейп. Тем самым вы не оставите шанса ему на побег. В командных битвах не советую лететь сломя голову, в эпицентре битвы предварительно не взвесив все за и против. Лучше всего выжидать наиболее подходящий момент, когда вражеская команда углубляется в битву, и сзади стоящие маги АДК остаются без защиты. Это позволяет безнаказанно убивать, либо выгонять из файта соперника, добивать хилых врагов и переворачивать ход боя в свою сторону. Сборки. Практически все предметы необходимо собирать по ситуации, в зависимости от пика и плана на игру, но существует база, несколько предметов необходимых для нашего героя, и о них мы сейчас и поговорим. Топор кровожадности. 70 виз урон, 10% перезарядка способностей. Идеальное сочетание для нашего героя, полезная для нас перезарядка и без того быстро откатывающихся способностей, неплохой урон, а самое главное 20% восстановления здоровья от уроноспособностями. Зачастую оставаясь с малым количеством здоровья, не надо покидать битву, а с помощью ультимативного навыка, нанося огромный урон, восстанавливать внушительную часть здоровья. Это позволяет оставаться и выживать в битвах. Сапоги. Плюс 40 передвижения. Сапоги выбор ситуативный, в зависимости от пика противника и ситуации в игре. Зачастую можно использовать сапоги-скороходы, для еще большего передвижения по карте и преследования врага. Проклятый шлем. 920 здоровья. 50 сопротивления магии. Неплохой предмет, позволяющий наносить 1,5% урона по героям, что находится рядом, а также на 50% больше по крипам, что отлично сочетается с нашим ауе уроном и позволяет быстро забирать пачки крипов и чистить линии. Это, пожалуй, 3 самых основных предмета для нашего героя. Также хочу отметить такие предметы, как пришествие демона, 920 здоровья, 54 броня, 30 ркен, а также предмет снижает скорость атаки 6%, движение противника на 2% и складывается до 3 раз. Предмет, позволяющий нам расправляться с быстро атакующим соперником. Божественное вдохновение. 850 здоровья, 36 сопротивления магии, 35 ркен здоровья, 10% перезарядки способностей, а также в течение 4 секунд после получения урона герой восстанавливает здоровье на 4% скорее. Этот эффект имеет 8 секунд перезарядки. Отлично сочетается с нашей пассивкой и позволяет регенерировать огромное количество здоровья в битве. Шипованная броня, 90 брони, возвращает противнику 25% физ. атаки от его базовых атак. Отлично подходит против героев с огромным физ. уроном. Предмет, позволяющий спокойно вести бой против одного-двух героев с физ. атакой, при этом имеет шанс еще и убить одного, а то и двух противников сразу. Подходящие союзники. Герой имеет высокий берст урон, а также имеющий контроль для убийств на линии. Наиболее неудобные соперники. Герой, имеющий большое количество контроля, не дающий спокойно передвигаться в гуще битвы. На этом, пожалуй, гайд подошел к концу. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok